Салабасана. Поза саранчи. Вторую часть занятия мы с вами проведем на открытом воздухе. Но помните, что если вы занимаетесь на открытом воздухе, то поверхность должна быть твердой и ровной. Вы, наверное, слышите, что на заднем плане слышно стрекотцикат, а надо сказать, что это весьма подходит к нашей ситуации, поскольку следующая поза называется поза саранчи. Для этого упражнения нам необходимо лечь на живот, полностью распрямиться. Вытягиваем руки назад, ладонями кверху, голову опускаем лицом в пол. Теперь давайте поднимем ноги вверх. Колени остаются прижатыми друг к другу, сжимаем ягодицы, ноги вместе. Нам не так важно, как высоко вы сможете поднять ноги, но самое важное, чтобы вы работали ягодицами и мышцами ног. Продолжайте сжимать ягодицы, поднимая ноги. Стукни вместе, колени вместе, бедра вместе. Отлично, теперь опускаем ноги вниз, немного отдыхаем. Теперь снова лицо обращено в пол, делаем вдох, а на выдохе поднимаем ноги вверх. Продолжайте сжимать ягодицы, работая ногами. Это упражнение очень полезно для усиления поясницы, поэтому продолжайте работать ягодицами и мышцами ног. С точки зрения внутренних органов, эта поза способствует пищеварению и развитию гибкости. Сейчас опускаем ноги, расслабляемся и отдыхаем. Попробуем следующую вариацию этой позы. Лицо обращено в пол. Вдыхаем, а при выдохе поднимаем голову, плечи, руки и ноги, а также грудную клетку. Смотрим перед собой. Продолжайте работать ягодицами и ногами. Если вы не будете напрягать ноги и ягодицы, то все напряжение уйдет в область поясницы, поэтому все время вы должны работать ногами и ягодицами. Теперь расслабляемся. Поворачиваем голову в сторону и отдыхаем.